Давайте вернемся к альбому минимализм, вторая часть ролика с комментариями к тем фотографиям, которые вы выложили. Попробую сегодня говорить чуть более широко, чтобы мои комментарии были не только конкретно каждой фотографии, но чтобы они еще были с человеческой точки зрения как-то более любопытны. Напомню о том, что на мой взгляд минимализм является вообще ключом к началу постижения понятия фотография, так как он заставляет убирать из кадра все лишнее, оставляя только самые минимальные аскетичные элементы построения сюжета. Это нелегко, это навык, который нужно вырабатывать, но который на мой взгляд является правильным для начинающего фотографа. Этот кадр, несмотря на то, что у него 10 лайков, я бы все-таки отнес к минимализму, потому что да, здесь много линий разных, но монохромные изображения, градуированные от белого, серого, темно-серого и к черному, именно за счет отсутствия цвета создается ощущение того, что деталей мало, хотя, в общем-то, линий разных здесь довольно много. Фотография выглядит плоской, а в данном случае меня это не пугает. Иногда плоскость фотографии является художественным приемом, на котором мы настаиваем. Да, несмотря на то, что чаще мы пытаемся делать фотографии объемные, но в некоторых художественных случаях мы можем идти на исключение. Я бы не назвал эту фотографию минималистичной, деталей здесь действительно мало. Девушка, сапоги рядом с ней, утка, трава, волны. Наверное, скорее всего, здесь две разные фотографии. Это фотография с уткой и фотография с девушкой. Как-то они вот в одно пространство не попадают. То ли потому, что у девушки с уткой нет никакого диалога, и у утки с девушкой тоже, как видите, они друг друга не интересуют. Вот девушка с сапогами отдельно от утки мне нравится гораздо больше. Да, ну-ка, давайте я утку закрою пальцем. Можете попробовать тоже утку закрыть пальцем. Ну вот, закрывая утку пальцем, получается лучше. Но очень большое пространство здесь впереди, внизу, очень тяжелое. И все равно фотография не выглядит красивой. Ну, это не минимализм, и кадр композиционно неинтересный. Да, согласен, в ЧБ, наверное, было бы получше. Ой, приятная фотография. 20 лайков. Можно назвать ее минималистичной. Потому что много серого, мало цветных оттенков, мало деталей. И, в принципе, композиционно фотография интересна. Имеет глубину и создает определенное настроение. Ощущение, что вот этот вот влажный воздух ты вдыхаешь и прям вот чувствуешь его. Ну, а почему нет? Видите, минимализм, он может быть в разном ключе. Может быть, цветовой минимализм. Может быть, минимализм линий, графический минимализм. Может быть, и тот, и другой. Может быть, сюжетный минимализм. Может быть, минимализм деталей. В данном случае здесь есть и цветовая аскетичность. У нас фактически голубоватый оттенок и вот сероватый оттенок камня. И в принципе все. То есть здесь нет буйства цветов. Если бы было хотя бы одно зеленое дерево, это уже был бы не минимализм. Плюс здесь в линиях все довольно хорошо. Они все причесаны. Линии облаков на небе, параллельные линии пирса. Вот эта вот линия, она также в неком содружестве находится. То есть она перпендикулярна той линии. То есть все графически довольно стройно. Поэтому да, это минимализм и довольно приятный кадр. Вот эту фотографию я бы назвал конструктивизмом, но не минимализмом. Потому что здесь много оттенков. Синий, розовый, много пересекающихся линий, много отверстий. Ну видимо это окна, но я все-таки называю это отверстиями. Много каких-то уступов. Все-таки минимализм с большой натяжкой. И смотрите, что интересно. Что у нас вот эта синяя стена, которая наверное должна быть интересна. Она как-то отрублена от красного пространства. То есть кадр вот лично по моим ощущениям не складывается в единое композиционное пространство. Он какой-то разобранный. Ну вот я думаю, что если бы сделать квадрат и отрезать вот так, например, чтобы синюю часть отрезать, было бы лучше, потому что она здесь лишняя. Ну вот я бы не назвал его идеально выверенным. А роза упала на лапу Азора. Да черт его знает. Роза, рука. Не знаю. Аскетичности в этой фотографии нет. Еще ужас в том, что я не понимаю, женская это рука или мужская. Вот это меня пугает больше всего. Потому что если это мужская рука с розой, ну такого хрупкого мужчины, тогда я начинаю задавать вопросы автору. Если это женская рука, то она какая-то для женщины не очень эстетичная. Нет, вполне возможно, что сама по себе рука эстетичная, но сняли вы так, что на ней какие-то старческие морщины, вы понимаете. Или мужские от тяжелого физического труда. Поэтому это вопрос. В эстетике этой фотографии я бы не сказал, что это в полной мере минимализм. Яйца, яйца. Слушайте, тема с яйцами. Какая-то там тема с яйцами лично мне не любопытна. Я не назвал бы ее минималистичной. Вообще меня эта фотография расстраивает малым количеством труда. Положить яйцо на скатерть, подсветить настольные лампы и сфотографировать. Ну как-то я не понимаю ради чего. Почему оно здесь одно, я тоже не понимаю. Почему нет сосиски. Ну я не знаю, вы чего хотели это сделать? Вы зачем светили на яйцо? Нечто концептуальное. А дай-ка я засвечу на яйцо. Мне неинтересно. Думаю, что всем остальным тоже не очень интересно. Интересный кадр. Очень любопытный. Такой не сразу понимаешь, что это требует внимания. И что самое приятное в этом кадре, что он включает воображение. Потому что ты начинаешь представлять себе, что это за ткань. Как на нее проецируется этот стакан. И в общем такая длинная и интересная история. Что касается минимализма. Ну я бы сказал так. За высокую художественную ценность можно этот кадр притянуть к тому, что он минималистичен. То есть он такой на грани. Но в принципе фотография довольно интересная. Ну, деталей в кадре немного. Много пустого пространства. В хорошем смысле слова. Ну все-таки, наверное, да. Наверное, можно отнести этот кадр к минимализму. Несмотря на то, что здесь много мусора. Эти птички маленькие. Вот тут все висит. И единственное, что позволяет этому кадру претендовать на тему нашего альбома, это то, что здесь нет зелени. То есть цветовой кадр достаточно сильно обеднен. И это вызывает ощущение аскетичности. Да, вот это в полной мере минимализм. Здесь минимализм и графический, и цветовой. И в черно-белом варианте фотография была бы интересная. Хочется чуть-чуть более пастельного цвета. В частности, вот хочется, чтобы зеленый был более приглушенный, такой более мягкий. Но, в принципе, кадр, вот это минимализм в стопроцентном своем понимании. Даже единственные наши герои, человекообразные, они выведены в незначительные точки. То есть они очень маленькие по масштабу относительно огромного пространства. То есть, в принципе, можно сделать такое умозаключение, что минимализм – это когда большое пустое пространство становится героем кадра. Как в случае с стрит-фотографией, стрит-фотографией можно назвать только тот кадр, где город является одним из героев. А, по сути, даже главным героем фотографии, то в минимализме пустое пространство, аскетичное, является героем наравне с нивелированными, в частности, здесь людьми. Ну, давайте скажем, что это цветовой минимализм с натяжкой, можно его таким назвать. Вообще, эти птички, конечно, очень хочется сказать, что они нафотошопленные. Как-то они очень стройно друг за другом летят. Например, нет, фазы движения разные. Серийная съемка одной птички, не знаю, но как-то вот они меня... Не верится, что прям вот такая вот красота здесь летела. Но все может быть, может быть. На минимализм похоже. Забавно. Забавно. Хотелось бы, конечно, чтобы здесь все-таки проступали какие-то далекие деревья или какие-то тени от лодок. Да, вот этот всплеск на воде очень хорош. Но вот здесь мне все-таки не хватает. Для меня пустовато немножко здесь. Но да, это вот минимализм. Как раз, когда пустое пространство становится одним из героев кадра. Ай. Ну, понимаете, если вы сюда луну не фотошопили, а она у вас на самом деле такая получилась за счет использования дальнофокусного объектива, то за это можно вас, безусловно, похвалить. И композиционно кадр неплох. Мне лично смотреть на него скучно. Я такую луну видел сто раз. Но с точки зрения любительской пробы, это кадр, безусловно, интересный. Отчасти можно его назвать минималистичным. Нет, это к яйцам. Это вот история с яйцами. Кадр, не требующий труда. Хотя вот смотрите, 25 лайков. А чему люди радуются-то? Что вам так понравилось в этой фотографии? Я не понимаю. Господи, что это? Капуста? Ну, нет, это не минимализм. Очень много разных линий, изгибов. То есть, она настолько шумная сама по себе, по своей структуре, что какой тут минимализм? Это капуста. Капуста, не минимализм. 8 лайков. Слушайте, ну, на мой взгляд, фотография приятная. Мне кажется, она технически не очень совершенная и снята на какую-то камеру с маленькой матрицей. И обработка ужасная. Но, в общем, если бы ее нормально обработать, вполне возможно, что она сошла бы за минимализм. Мне нравится вот эта вот послойная, послойная, тональная, господи, не тональная, да, тональная, тональная перспектива. Темный, серый, светлый и цвет. Вот это мне любопытно. Ну, 8 лайков. Я бы не сказал, что эта фотография минималистичная. Видно, что автор очень старался проявить звездное небо. У него получилось. Но, по большому счету, фотография сюжетна, неинтересна. То есть, интересно только с технической точки зрения, что вам она сама по себе удалась, начиная фотография. Но художественного здесь нет и на минимализм она не тянет. Ну, вот смотрите, мы с вами уже что-то начинаем понимать. Там, где пустое пространство является одним из героев, а здесь оно является одним из героев, и даже птицы в него включены. У нас здесь есть небо. Небо и птицы – это один герой. Небо, скала, очень красиво закрученная, и два маленьких человека. Вот этих мы не видим, это здесь какие-то чужие люди. Вот эти два беседующих человека. Да, красивый, минималистичный кадр. Ну, да, минимализм. Тут непонятно какой-то... А, это самосвал разгружается. А я думал, такой большой конь. Большой конь, а здесь еще маленький самосвал. Неплохо, но чего-то не хватает. Потому что вот здесь самосвал, здесь самосвал. Между ними нет никакого диалога, заметьте. Они очень разорваны далеко друг от друга. Вот. И как бы гора, небо, самосвалы не складываются в какую-то историю. То есть, моя фантазия не понимает, над чем здесь фантазировать. Я не понимаю, о чем вы хотели рассказать. Сразу видно работа профи. Нет, я вообще не вижу, что это работа профи. Это совершенно не работа профи. Это любительская фотография. Скучно, ангел мой. Ах, как скучно. Самые ценные в вашей фотографии, это вот дата, когда вы ее сняли. Ну да, линия. То есть, любой из нас сейчас дойдет до замерзшего озера, и таких вам фотографий не снимает? Это атомное количество. Росинки. Росинки. Та-та-та, вечеринки. Не интересно и не минимализм. Ну да, росинка. Таких росинок можно утром наснимать сколько угодно. Шумел камыш, деревья гнулись. Может мне каждой фотографии уже песню начинать придумывать? Неэстетично я бы назвал эту фотографию так. Композиционно неэстетично. То, что у вас один камыш торчит в воде, это еще не минимализм. Любопытно своим послойным тональной перспективой. Да, очень темный, серый и светлый. Вот простой прием, который позволяет увидеть глубину при минимальном количестве деталей. Это, безусловно, минимализм. Кстати, мне кадр очень нравится. Очень милая фотография. Замечательный человек с удочкой. Ее вполне можно назвать минималистичной. И очень приятной. Похожа на пленку. Хотя, наверное, просто обработана под пленку. Да, любопытно. Нет, это не минимализм. Много линий, много цветов. Такой избыток цвета. Поэтому идем дальше. Понимаете, конечно же, нет никакой черной линии, которая рассекает пространство. И вот слева от нее находится минимализм, а справа от нее находится все остальное. Все-таки это довольно такая грань условная. Но вот мне кажется, что эта фотография все-таки чересчур богата и цветами, и формами, и объектами. Она красивая, да. Но в полной степени аскетичной ее назвать, наверное, нельзя. Красиво. Красиво. Это и конструктивизм, и минимализм. По цветам так точно минимализм. Поэтому аскетичность здесь присутствует. Форм многовато, но приятное совмещение для глаза. Глазу очень приятно. Эта фотография не вызывает каких-то, какой-то работы воображения. Она скорее воздействует на какие-то цветовые ощущения. Воображение не включается, на глазу приятно. Очень красивый кадр. Очень хорошо отработана глубина благодаря вот этому ритму уходящих лодок. Есть первый план, есть дальний план. Есть ощущение затемненности первого плана и высветленности дальнего плана. Но это не минимализм. Очень красивый кадр, но не минимализм. Утка в яблоках. Ну, я немножко, честно говоря, уже подустал от слова минимализм. Уже произносить его в 329 раз не могу. На что бы мне его заменить? Давайте так. Если кадр минималистичный, я об этом не говорю вообще. Говорю хорошая фотография. Либо говорю, что фотография для этого альбома не подходит. Чтобы мне уже просто 10 раз его не повторять. На мой взгляд, кадр любопытный. Идеальным бы я его не назвал. Но вполне любопытно на такой кадр посмотреть. Это фотография, неподходящая для этого альбома. Даже несмотря на то, что она черно-белая. Даже несмотря на то, что деталей немного. Но есть рубашка, есть линии, есть много линий лица. Есть волосы, есть взгляд, есть прожектор. Есть темнота. Уже очень много. И что самое главное, помните, что пустое пространство здесь не является героем. Здесь пространство не пустое. Здесь свет есть в пространстве. Оно... Вот там, где два человека внизу стояли, было огромное пустое плоское пространство. Интересное. Здесь такого ощущения нет. Очень красивая фотография. Просто очень красивая фотография. 35 лайков. Пошире. Да, можно было еще чуть-чуть побольше воздуха оставить. Так, чтобы это дерево, оно... Было окружено пустым, потрясающе красивым пространством. Хочется еще больше воздуха. Потрясающие цвета. Потрясающая фактура. Нужно было делать еще дубли, еще искать, было бы еще лучше. Да, это имеет прямое отношение к нашему сегодняшнему альбому. Яйца пропускаем. Хотя вот здесь, конечно, яйцо лучше. Потому что вот есть вот эта линия. Наверное, я надеюсь, не случайная. Есть какой-то такой блюр, такое свечение объекта. Здесь объект более сложный, и на него потратили больше времени, чем на яйцо, которое лежало на скатерти. То есть, по большому счету, можно даже сказать, что это фотография с яйцами. Хоть я к ним и не очень хорошо отношусь. Попадает наш альбом. Особенно то, что вот линии яйца повторяются вот этой вот уходящей наверх линией. В принципе, выглядит гармонично. Не идеально, но вполне. Травень. Нет, травень мне не нравится. Нелюбопытно. Коряга в воде. Ой, коряга в воде. Ну, не любая коряга в воде минимализм. Понимаете? Еще я не понимаю, какой-то такой здесь растр есть на изображении, который мешает мне смотреть. Голого мужика не хватает. Здесь спиной к нам, который свесил ноги туда. Вот это был бы минимализм. Голый мужик, перевести это в ЧБ, это был бы просто супер кадр. Или два. Нет, лучше один. Два это какая-то не наша тематика. Ну, а что-то в стиле Пенхасова, такой выхваченный светом котик. А котики для фотографов это наше все. Почему нет? Любопытно. Деталей мало. Есть большое пространство, которое окружает и несет в себе какую-то, не знаю, угрозу, историю, тайну. Но вот оно здесь есть. И оно не доминирует, но в равной степени участвует в формировании изображения. Да, это хорошо. Нет, это сюда не подходит. Это конструктивизм. Здесь вообще минимализмом не пахнет. Красивые полоски-то красивые. Труда-то много уложено в этот кадр? Мне кажется, что нет. Честно, я уже подустал от плоских фотографий. Можно эту фотографию отнести к минимализму, да. Но просто уже неинтересно. Я просто подустал на них смотреть, думаю, как и вы. Ну, деталей действительно мало. Но о чем вы хотели рассказать историю, я, честно говоря, не понял. И труда в этой фотографии немного. Мысль вы в нее заложить не смогли. Мария Кошевец. Даже подпись у Марии Кошевец есть. Вот она, в левом углу. Мария, я не знаю. Ну, обледеневшие, видимо, ягоды. Не знаю, как к ним относиться. Не могу сказать, что они вот так прям сильно запали мне в душу. На минималистичность не тянет. О, прекрасная фотография техноэротика. Хотел делать я такой альбом. Вот эта фотография туда бы подошла. Но, в принципе, к теме этого альбома она по аскетичности деталей тоже подходит. Такая очень театральная фотография. Это не то. Здесь огромное количество всевозможных деталей и объектов. Пёрышко на воде. Слушайте, не могу. Уже не могу. Уже не могу даже комментировать. О, вот это лучший кадр. А я оставил его не потому, что он интересен с точки зрения композиции. Мне он понравился по сюжету. Надпись «Осторожно, танк и туман». У меня есть ощущение, что танк где-то рядом. Я чувствую запах свежих гусениц. Концептуальные фотографии. Давайте назовём его «Концептуальный минимализм». Да, господа, на этом обзор ваших фотографий закончился. Честно говоря, я к концу альбома уже сильно подустал от этой темы. Думаю, что вы тоже. Но надо было фотографии довести до конца. Я пока не знаю, какие альбомы появятся в ближайшее время. И не знаю, какой тематики. Давайте сделать небольшой перерыв. И я отдохну, и вы отдохнёте. Но спасибо вам за то, что вы размещаете здесь свои фотографии. Надеюсь, что мои комментарии вам приходятся кстати.